итак друзья всем привет сегодня 6 января 2022 года друзья сегодня у нас сочельник сегодня утро у нас было холодно минус 33 градуса ну это урал так что морозы пришли к нам это видео ребята выйдет завтра а завтра у нас рождество так что друзья вас я поздравляю всех с рождеством христовым желаю всего наилучшего хорошей зимовки вашим пчелам здоровья вам и вашим близким и мирного неба над головой но сегодня друзья тема будет о том об ошибках пчеловодных какие совершались в моей практике какие ошибки я наблюдал сегодня я вам расскажу об одной такой ошибки в которой я как бы непроизвольно участвовал и вот эта вся ошибка она уже прошло больше двадцати лет тому назад это была ошибка по зимовке пчел как пчелы перезимовали какая была гибель в общем я хотел бы друзья раз к рассказать и поделиться в общем дело было так пожилые пчеловоды пригласили меня и моего знакомого осенью в составе свои пчелосемьи зимовник пазика была у них небольшая там я как сейчас помню ту осень у их насчитывалось 7 пчелосемей чтобы оставить их на воле они не решались конечно куда-то если вот у нас набрали поставить их эти семьи куда-то в зимовничек либо под пол они будут зимовать прекрасно они пожилые таскать им тяжело в общем у ли у них были 12 и 14 рамочные гнезда они не сокращали пчелосемьи в этих улях в общем находились у ли были тяжелые кормов там было в достатке в общем пчелы не обижены были с кормами в общем нас товарищем пригласили бы приехали к ним они сказали вот помещение но это помещение было под вид моего зимовника маленького это обычные срубы там когда-то находился скот либо козы либо овцы содержались среди с возрастом они уже ничего не держали вот этот скот не сказали вот составьте туда пчелосемьи там будет за ветром и пчелы там будут зимовать ну все вы естественно все это сделали составили пчелосемьи в то время мы составляли когда пчел прежде чем внести пчелосемьи зимовник мы закрывали полностью летки но в этих улях поздно были только одни нижние летки естественно мы и закрыли верхних летков не было и поставили им скажем так вот в этот зимовник когда мы составили я еще им сказал я говорю были летки не открыли вот пчелы вот когда успокоятся потом сходите и откроете эти летки все закрыли зимовник этот импровизированный скажем так не все проходит зима наступает высота как у нас на урале пчелосемей естественно они снова нас позвали чтобы мы выставили их их пчелосемьи на точок когда мы приехали я открыл этот зимовник и что там увидел эти все пчелосемьи стояли зимовники и в каждой семье был закрыт леток ну видимо с возрастом либо не поняли меня либо что пенсионеры пожилые в общем когда мы составили их пчел они так и остались зимовать закрытыми полностью летками течение зимы никто не посещал этот зимовник никто туда не заходил итог был конечно плачевный когда мы решили выставлять эти пчелосемьи на точок я открываю одну семью семья погибла вторую третью из 7 семей я обнаружил только две ели выжившие пчелосемьи и я думаю то что вот эти две выжившие пчелосемьи там было ужасно сколько подмора пчел было буквально 2 2 пригорсни семейки были слабые опять все те остальные семьи полностью осыпались в тех семьях вообще состоялась такая влажность плесень итог был таков что из 7 семей выжило только две пчелосемьи это они были слабые сестны конечно это был опыт это по этот был опыт очень печальный и я этот опыт печальный видел на своих глазах что приводит зимовка когда нет подхода к нашим пчелосемьям кислорода воздуха не выходит влажный воздух когда они полностью закрытые сверху и снизу такие семьи фактически не зимует еще сейчас я вспоминаю о тех двух выживших семейках на тех семьях лежало утепление сверху но она была более такое легкое какое-то там трепьет либо куфайка старая порезано либо что видимо часть паров может быть выходила тем самым остались вот эти две слабенькие семейки весной в дальнейшем эти семьи конечно они поправились и такой ошибки уже больше не делали но главное то что я участвовал как бы я видел вот этот вот эксперимент не специальный в это был эксперимент эксперимент тот что приводит какая бывает зимовка при закрытых полностью летках пчелосемья где находятся наши пчелы дальнейшем я извлек вот этот опыт уже смотрел свои пчелосемьи мои пчелосемьи зимовали тоже в зимовниках но там у меня всегда были открыты верхние и нижними летками не всегда меня устраивало это из-за того что сверху лежало утепление на наших пчелосемьях если бы конечно в тех семьях которые мы поставили зимовник которые погибли если вы там были убраны и лишние рамки гнезда были бы сокращены и были бы какие-то карманы либо один либо два то возможно эти семьи может быть и перезимовали но семьи были на полных гнездах и итог был плачевный из-за того что не было подхода кислорода и выхода влажного воздуха дальнейшем конечно я извлек вот это вот все это был не урок я стал внедрять у себя при зимовке здесь на урале отгибание у задней стенки положка и утепление и результаты мои просто порадовали сейчас зимовка проходит у меня таким образом открыты верхние и нижние литки и отогнуто утепление верхнее и положок у задней стенки все и этого достаточно подход кислорода и выход влажного воздуха из улья в котором находятся наши пчелы но так друзья на улице сегодня правда холодно я замерзаю не всех с рождеством удачи здоровья но кто досмотрел мое видео ребята до конца не забываем поставить лайк подписаться нажать внизу на колокольчик что не пропустить следующие видео на моем канале всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока удачи удачи Субтитры подогнал «Симон»